Приветствую вас и в вашей ситуации я бы порекомендовал обратить внимание на такой момент. То, что вас задевает, то, что обращает на себя внимание, и есть тот самый триггер, который означает, что критику нужно воспринимать адекватно. Допустим, если вам скажут, что вы плохо выглядите, но при этом вы точно знаете, что выглядите хорошо, то есть нельзя сказать, что вы выглядите идеально, вряд ли будет что-то выглядеть, но вы выглядите именно хорошо, опрятно, чистым, аккуратным, элегантным, стильным и так далее, то этот человек, скорее всего, стремится вас просто задеть и обращать внимание на него, естественно, не стоит. Но если человек вам говорит, что вот, например, этот галстук, допустим, этот галстук вам не подходит, то в таком случае, безусловно, вам это будет неприятно, вас это заденет. И вот именно это и есть тот самый момент, на который вам нужно обратить внимание. Если человек так сказал, это не означает, что галстук действительно вам не подходит. Просто, может быть, в том месте, где вы оказались, в нем галстук, вам он не совсем идет. Он не подчеркивает 24. То есть, если говорить буквально, конкретно и грубо, то то, что вам говорят люди в своей критике, то, что вас задевает. Важность этого разделяем на 50%. И вот эти 50% от того, что вам сказали, скорее всего, является рациональным зерном. И вот это рациональное зерно вы можете взять себе на вооружение. То есть, либо как-то откликнуться на данную критику и скорректировать свое поведение, либо оставить все как есть, если вам все нравится, если вас все устраивает. Возпринимать критику полностью значит растворяться во мнении людей. Это не является правильным. Потому что на критику оказывают такие факторы влияния, как эмоции, настроение и прочее. Допустим, у человека в плохом настроении критикуют сильнее, у человека в хорошем настроении критикуют меньше, но вне зависимости от того, в каком настроении человек, причина для критика остается одна. То есть, что-то меняется, а что-то остается. И именно вот это постоянное и требует обращения на себя внимания. Вы можете поступать иначе. Допустим, какой-то человек прокритиковал что-то, связанное с вашим внешним битом. Прокритиковал жестко и обидно. Вы можете сделать в этой ситуации следующее. Пойти к человеку, которому вы точно знаете, относится к вам хорошо. И спросить у него относительно этой ситуации, которую раскритиковал ваш, образно говоря, недоброчелатель. И если ваш знакомый хороший скажет вам, ну, ты знаешь, ты выглядишь хорошо, просто может быть немножко неподходящая. Именно тот факт, что элемент, который был раскрытикован, не подходит вашему стилю и будет являться истиной. И вы будете иметь это как объектный факт реальности. А вот что с ним делать, решать уже вам. Если вы хотите отвечать мнению большинства людей, вы измените так, как им нравится. Если вы будете продвигать свое видение и считаете, что ваше мнение единственно верное и это справедливо, если не вредит другим, это ваше право. Но решать все равно вам. Момент, я, момент, хочется верить, я вам немножечко раскрыл. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарен. Желаю вам всего доброго.